ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лето в городе для коммунальщиков ремонтная пора. Время приводить в порядок инженерной сети. И здесь, как известно, без арскопок не обойтись. В этом отношении теплоэнергетиков можно было бы сравнить с археологами. История городских теплосетей тоже скрыта под толщей земли. Проводившиеся весной 2017 года в Абакане гидравлические испытания на сетях выявили массу дефектов и уязвимых мест. Добавили коммунальщикам работы, а заодно открыли несколько новых страниц в истории теплоснабжения столицы бывшей Хакасской автономной области. Эта большая система состоит из локальных участков, которые до сей поры еще не до конца сведены в единое целое. Начать хотя бы с того, что и строились-то сети в разных районах Абакана по-разному, в зависимости от назначения, кто и зачем их прокладывал. Действительно, сейчас встречаешь теплосети, особенно старые, не только трубы сделаны из того, что было, но и железобетонные конструкции. То есть, на улице Пушкина, когда устраняли порыв буквально в конце мая, вместо железобетонных лотков теплосетевых, все закрытыми итеративными лотками, овальными. Видимо, что на базах снабжения в своем время было, строили, видимо, быстро, как всегда, 5 лет, 2 года давали. Получалось, используя то, что было на складе. Есть у нас старые сети на улице Кашурникова. В этом году мы планируем капремонт анонсить. Там действительно канал выложен из плитника. Вот такие особенности коммунальных строек прошлого века. От плитника, излюбленного материала создателей царских пирамид Хакаско-Минусинской степи, до кирпича и железобетона рассидельных каналов. Более того, диаметры труб в тепломагистрали города также вызывают множество вопросов. Сегодня во время ремонтов энергетикам постоянно приходится их уменьшать, повышая тем самым эффективность системы теплоснабжения Абакана. Однозначно, это думали раньше на перспективу. То есть планировалось развитие промышленных объектов. В частности, допустим, от улицы Советской, по улице Заводской, по Складской. Там планировались большие производства, железобетонные заводы, металлические и прочее. Там действительно перспектива была заложена большая, поэтому диаметры завышены. Второй момент, это, конечно, температурный график старых котельных. То есть раньше старые котельные работали на графике 95 на 70. Соответственно, чтобы пропустить необходимый объем тепловой энергии, должны были быть соответствующие диаметры трубы. То есть на сегодня у нас график 150 на 70. Диаметр нужен совершенно, вроде, гораздо меньше, чем для графика 95 на 70. Действительно, такие выводы сегодня напрашиваются сами собой. Сегодня их подтверждают те, кто проектировал наш город в 60-е годы. Например, это начальник инженерной мастерской института Абакан-Граждан проект. Для начала касательно диаметров труб. Их в период советской плановой экономики приходилось согласовывать в самых высоких инстанциях. Не так-то просто было центру автономной области краевого подчинения получить больше того, что полагалось по статусу. Выше головы не прыгнешь. Но Абакану иногда это, надо признать, удавалось. Взять хотя бы тот же троллейбус или огромные, с точки зрения столичных чиновников, трубы для отопления или водоотведения. Ну зачем? Ну зачем вам такая труба? Ну зачем вам метровый коллектор канализации? Что вы будете по ним пускать? Пока, значит, вы построите город, а мы говорим, что он у нас строится быстро, и мы не можем сделать улицу только что асфальтирован, а потом что мы, менять каждый год будем диаметр. Теперь же, что касается котельных. В середине прошлого века они были повсюду. Ими отапливались социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. А потом уже начали строить котельные побольше, не внутренние, не каждого дома, а побольше, квартальные, такую первую котельную, вот, как квартал, напротив пединститута, 13А, что ли, он считался. Там внутри сделали котельные до 6 котлов. Вот ответ на все наши вопросы. Сегодня найти те дома, хозяев которых первыми научно-технический прогресс избавил от ежедневной необходимости топить печь, конечно, уже трудно. Котельных уже нет, они давно закрылись, но путь к ним укажут трубы. Любой исторический экскурс по Абакану начинается с Ахтигея, о чем бы мы с вами не говорили, но не в этот раз. Котельные в справочниках тех лет не значатся. На станции Абакан, которая стала вторым ядром будущей областной столицы, тоже. Поэтому вновь отправляемся на раскопки. Начнем с небольшого географического ликбеза. Тепло в Абакан поступает от ТЭЦ. Она введена в эксплуатацию в 80-е годы. С запада на восток от нее проложена главная тепловая магистраль, которая разделена на три ветки. Во-первых, центральная ветка. Она проходит по улицам Советская и Пушкина. У нее есть распределительные сети на Ирыгина, Чертогашева и Пельмана. А это северная магистраль. Она проложена вдоль реки Тошиба по улицам Торосова, Лермонтова, проспекту Дужбы Народов и Крылова до Тараса Шевченко. Распределительные сети проложены там же, плюс Комарова и Торговая. В-третьих, юго-западная ветка. Она же тупиковая. Снабжает теплом улицы Аскизская, Пирятинская и Стофата. С магистральных сетей тепло переходит в распределительные. Ну а после во внутриквартальные. Вот последние-то и представляют для нас исторический интерес. Ведь закрывая котельные в 80-е годы, энергетики их редко перекладывали. Использовали то, что есть. На Ахтигеи таких сетей просто нет. ГАВА на сегодняшний день к централизованному теплоснабжению, скажем так, не вся подключена. У нас граница централизованного теплоснабжения проходит по улице Павших Коммунаров. Это крайний дом, запитанный от Абаканска, это кинотеатр «Космос». И дальше идет частный сектор и промбазы, которые на индивидуальном отоплении. То есть частный сектор, правильно, делаем. Печное отопление какое-то свое, либо электрическое. Промбазы это либо свои небольшие котель, либо так же. Каким-то образом они выкручиваются, организовывая свое теплоснабжение. Дальше, вплоть до Южной дамбы, централизованного теплоснабжения нет. Идем дальше. Район станции Абакан. Передовой по тем временам поселок. В начале 30-х наличие бани и механический водопровод. Но котельная для теплоснабжения жилфонда, опять же, нигде не упомянута. Железнодорштан с Абакан, преимущество того, что она находится рядом с улицей Пушкина. То есть там, по сути, магистральная теплосеть проходит в Абаканский отец. Запитана в свое время была до того, как магистральную теплосеть построили, насколько я знаю. Это котельная номер 3 с улицы Промышленной. Весь район был от нее запитанный. Самая большая была котельная в свое время. И там, в принципе, каких-то особенностей по улице вокзальной, по ЖД вокзалу никаких нет. То есть там по центральной ветке проложена труба, которая проходит по железной дороге, уходит на улицу Хребную. И там у нас еще от этой трубы запитаны две улицы на той стороне линии. Снова неувязки и нестыковки. На роль пионера в плане организации централизованного теплоснабжения район станции Абакан не подходит. Есть третий вариант. Новый Абакан, который родился на Катыхах рядом с озером Игир-Обакуль. На его месте находится сегодняшний парк Орленок. На самом деле, самые старые сети центра города. То есть границы ходят с Пушкина, до Тиро. Ходятся Пушкина, Тиро, Щетинкино и до Рокотаново. Это квартал такой взять, большой квадрат. Там самые старые сети, от старой котельной номер 3, которая на территории муниципальной тепловой сети находилась в свое время, потом ее разобрали. Ну, самые старые сети там. То есть в средний год там построите, сегодня 71, 67, 65, вот эти вот годы. То есть это больше 40 лет уже сетям, 50. Иначе говоря, еще задолго до Абаканской ТЭЦ первостепенное значение в схеме теплоснабжения столицы Хакасии имела котельная номер 3. И надо полагать, самая мощная на тот момент. Именно от нее в город шли трубы. По уникальному в своем роде проходному каналу. Его строительство, кстати, тоже утверждали в кабинетах московских чиновников. 8 лет назад энергетики производили капремонт сетей на этом участке. И в архиве телевидения Абакан мы нашли ставшие уже историей съемки. Это все, что сегодня осталось от бывшей котельной номер 3. Когда-то самой мощной в нашем городе. Доброе десятилетие, еще до первого пуска котлов Абаканская ТЭЦ, она снабжала теплом большую часть нашего города. Второй такой теплотрассы в Абакане не существует. Все дело в особенностях ее конструкции. Две трубы расположены одна над другой, то есть вертикально. А оставшегося места хватает в самый раз для того, чтобы мог пройти человек в полный рост. На обшивке старой трубы рабочие находят провода и лампочки. Так что, ко всему прочему, здесь было еще и освещение. Есть документ, который немногим жителям города доводилось держать в руках. Да и незачем. Это удел специалистов. Схема теплоснабжения города Абакана. В соответствии с федеральным законом ее актуализируют ежегодно. Вносят на карту столицы новые объекты и новые сети. Исчезают с этой схемы только котельные. Вторая, седьмая, восемнадцатая. Они остаются только там, где пока нет возможности подключить потребителей к централизованному теплоснабжению. В некоторых районах сегодня работают электрокотельные. Уникальная ситуация складывается на Нижней Согре. В Заречье в некотором роде коммунальный энклав на карте города. Здесь свои водозаборы, свои источники теплоснабжения. Единственное исключение. Для ЛЭП река преграды не стало. Согра, она есть два района. Верхняя и Нижняя Согра. То есть Верхняя Согра у нас, так называемый, район Мостат-Ляда, там котельная одна. Потом в районе Нижней Согр на улице Луначарского котельная номер 6 наша. Обе мы их обслуживаем. Перспективы, на самом деле, сейчас достаточно неплохие по данным котельным. Есть у нас проект, который мы сейчас реализуем. Это строительство теплоснабжения, чтобы для их соединения двух контуров. Мы сначала планируем соединиться от 6 котельной, построить теплосеть до района Мостат-Ляда, закрыть котельную на Верхняя Согр и дальше уйти теплосетью на поселок Подсиний. Тем самым мы закрываем еще котельную на разъезде Подсиний и подключаемся к котельной села Подсиний. Соответственно, на Согре и 6 котельная, и котельная Мостат-Ляда до ближайшего времени должны быть закрыты по нашим планам. А планы у энергетиков сибирской генерирующей компании, надо сказать, самым подробнейшим образом сегодня прописаны вплоть до 2032 года. Именно на такой период рассчитана схема теплоснабжения Бакана. Объем нагрузок, исчисляемый в гигакалориях, наглядно дорожает, как, когда и куда будет расти наш город в обозримой перспективе. На сегодняшний день основная точка роста, конечно, микрорайон Арбан. То есть там основной строительство планируется и жилой застроитель. Ну и в целом, как бы, такой комплексный район, где на сегодня, скажем, без проблем можно строить дома, там ничем не ограничивается. Плюс еще федеральные объекты появляются. Детская республиканская больница на улице Сукановой планируется. То есть там достаточно большой объект с неплохой нагрузкой. Ну и плюс объекты военного городка. То есть там военные достаточно сильно обновляют, скажем так, материальную техническую базу, в том числе зданий. Существенные объемы вы не построите, по их инвест-программе проходят. Примечательно, что в самом первом паспорте Бакана, это своеобразный свод всех социально-экономических показателей города по состоянию на 1933 год, данных о централизованном теплоснабжении или горячем водоснабжении практически нет. Сегодня ситуация несколько иная. В паспорте муниципального образования города Бакан на 1 января 2017 года указано, что протяженность теплосетей составляет порядка 183,5 километров. Жилфонд столицы Хакасии централизованным отоплением обеспечен почти на 80%, горячим водоснабжением на 76%. Что же касается городских котельных, то их остается всего 8. Такова на сегодня общая картина.